Микс Ньюс. Здравствуйте, добрый день. Олег Пеков в студии. И начинается программа «Добро пожаловаться». Как всегда, председатель правления Консультационного совета собственников квартир Сергей Сидорко в нашей студии. Добрый день. Добрый день. Нам помогает Евгений Копеин. Вот мы продолжаем тему, мне кажется, очень-очень насущную, поскольку действительно она может коснуться очень большого количества людей. У нас за строительную отрасль отвечает Министерство экономики. И вот было выражено беспокойство тем, что очень многие из серийных панельных домов, которые были построены в советское время, постепенно истекает их срок эксплуатации. И что это значит? Какими это может обернуться последствиями для собственников квартир, для тех, кто живет в этих домах? Многие, ну, прошлые наши программы, звонки слушателей показывают, что некоторые относятся абсолютно, ну, как-то не то чтобы равнодушно, а даже агрессивно равнодушно. Говорят, что да нет, это невозможно, быть такого не может. И вот опять, как говорил, по-моему, Черномордин, да, вот знаменитый, никогда такого не было и вновь опять. Ну, вот достаточно обратиться к нотариусу, там, оформить отказ от собственности, чтобы там не было никаких неприятностей. Еще много всевозможных вещей. Давайте, ну, продолжим действительно этот разговор на эту тему, насколько, чем, какими неприятностями может это обернуться. Если вдруг у вас есть свое мнение, пожалуйста, звоните. Потому что время у нас программа, как правило, практика показывает, что звонки поступают уже в самом конце, когда мы их не успеваем уже вывести в эфир. 6, 7, 212, 93, 9, 6, 7, 213, 93, 9. Речь, насколько я понимаю, идет о так называемых хрущевках. И это серия... Ну, это 318, это серии 300 и 400. Сейчас идет речь, 64 серия. То, что будут рассматривать. Я хотел бы подтвердить, что на самом деле еще раз сказать о том, что я занимаюсь обслуживанием жилых домов. И в принципе, то, что я говорю, это то. И та информация, которую я пытаюсь донести до радиослушателей, это возможные последствия нашего, как собственников квартиры, действия либо бездействия, которые могут привести к печальным последствиям потерей собственности в виде квартиры, еще плюс дополнительным расходом по утилизации этой собственности, в том случае, если мы вообще, допустим, до такого состояния, что ее невозможно будет эксплуатировать. Еще раз хочу сказать, это информация. Это ни в коем случае не... И мы не пытаемся никого напугать, мы не пытаемся, как вот сказал в прошлой передаче подказать радиослушатели, что мы ведем агрессивную какую-то пропаганду. Ничего подобного. Есть жилой фонд, и совершенно понятно, что о нем надо заботиться. Есть очень много проблем, которые связаны с состоянием этого жилого фонда. Мы на данный момент как-то немножко в прессе погасили остроту вопроса о том, что крупнопанельные дома 464-й серии или литовской серии разваливаются, но нет, они еще не разваливаются далеко, но то, что они требуют хорошего детального и глубокого инженерного изучения, это совершенно точно, потому что эти дома прослужили уже почти 50-60 лет, и это такой возраст, который требует пристального внимания, что же происходит. Дома сами были запроектированы на свой эксплуатации до 120-150 лет, но и при условии, что будут соблюдаться все необходимые действия по поддержанию их в порядке, что было далеко не так. Я бы хотел вернуться еще раз к тому, что вот, ну да, объявлена сейчас компания, что будет проведена экспертиза этих домов, будет какая-то инженерная фирма. Это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что на самом деле на сегодняшний день, как мы уже с вами говорили, проверка части элементов, она требует, во-первых, хороших инженерных знаний, во-вторых, она требует особой организации, потому что это связано с нарушением, с методами контроля, которые требуют разрушения определенных элементов здания. Ну, не самого здания, а там, скажем, вскрытие закладных деталей и так далее, ну, это не так просто и вряд ли под силу обслуживающей организации. У нас есть звонок, попросим надеть наушники нашему гостю. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да, вот вы начали там с того, что может дойти до крайности, да, там, условно говоря, дом развалился, и хочется найти какую-нибудь лазейку такую, чтобы, так сказать, расходы по ремонту дома понес еще кто-нибудь еще. Вот скажите, какие взаимоотношения условно-владельцы земли, частного леса, на чьей земле стоит многоквартирный дом и меня, как жильца, который там, в чьей собственности эта квартира в многоквартирном доме есть. Вот этот владелец, который сдает в аренду участок земли мне, да, он какую-нибудь ответственность несет за то, что на его земле стоит плохой дом, да, который разваливается. Вообще, как-нибудь его можно привлечь к тому, чтобы он поучаствовал в том, чтобы профинансировал мой ремонт? Спасибо. Спасибо. Отвечу сразу. На сегодняшний день в латвийском законодательстве пропил вот такой вот, когда имеем случай раздельной собственности, насколько мне известно, владелец земли, которую вы арендуете у него, и которая необходима для эксплуатации нашего дома, несет ответственность только за деревья и кусты. То есть, привлечь его, заставить раскошелиться. То есть, единственное, что он обязан делать, он должен содержать вот эту вот растущую зелень, то есть, именно деревья и кусты, в таком безаларийном состоянии. Если требуется, допустим, удаление дерева, ну, там, его вырубка, или обрезка ветвей, или там, уничтожение кустов, которые чему-либо мешают, то за это должен отвечать владелец земли. Все. Дальше наступают его права. Право получать арендную оплату, право в случае, если ваш дом будет признан аварийным или непригодным к эксплуатации, добиваться его сноса. За ваш счет. То есть, в принципе, его, скорее, интерес будет в том, чтобы этот дом снести, чтобы он не оставался в аварийном состоянии. Вы знаете, трудно говорить об интересе, но он ничего не обязан. Он, естественно, что если, допустим, допустить ситуацию, чисто теоретически, что дом признается негодным к эксплуатации, и требуется согласие, и вам потребуется площадка для нового строительства, то вам придется как-то договориться с нуля. Но если дом будет признан непригодным к эксплуатации, а вы будете ждать своего финансирования со стороны хозяина земли, чтобы снести дом, то вы этого не дождетесь. По сегодняшнему законодательству он даже не обязан убирать свою территорию. Он сдал вам ее, вернее, он позволил вам платить себе арендную плату, и все. Остальное все ваша забота. Поэтому надеяться с этой стороны на какое-то софинансирование нельзя. На самом деле, мы как-то упускаем постоянно, когда задаем такой вопрос о софинансировании, что в Латвии с 2009 года действует программа Европейского Союза по линии РАФ, это программа по реновации, по энергоэффективности домов, что, собственно говоря, является в значительной степени, в большей степени даже капитальной, программой капитального ремонта этих зданий с одновременным повышением их энергоэффективности. И вот оттуда, из Европы, деньги на это пока идут. Так, еще один звонок. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро. Может, подскажете, как поступить? Есть дом пятиэтажный, у него двускатная крыша, но вовнутрь угол, и там посредине есть желоб на крыше. То есть слив происходит в центре здания, трубы идут по центру здания внутри. И забивается сетка листьями, и там образуется озеро, и вот этот желоб, он протекает в нескольких местах, и коридор течет уже много лет. И обслуживающая компания не хочет ничего делать, они предлагают поставить крышу. А я предлагаю этот желоб просто перекрыть. Ну, про его там вскрыть, посмотреть, где что надо замазать, и потом руберо дом опять. И вот что делать? Они не хотят этим заниматься, они хотят дорогой проект, а вот этот дешевый их не устраивает. И крутят, вертят, мутят уже много лет. Одна была компания, сейчас другая, потом уже третья, и одно и то же. Что делать? Ну, я попробую технический вопрос, но я попробую ответить. Да, есть такой конструктив крыши, их достаточно много в городе Риге, где сток, отвод ливневых вод производится через центральный жарополь, через центральную воронку, или их несколько. Давайте рассуждать чисто технически. Первое, канализационные трубы не являются такими герметичными трубами, а это канализационные трубы, это ливневая канализация, то есть это система отвода жидкости из зданий, поэтому если где-то накапливается вода, она обязательно протечет. То есть там весь принцип действия на том, что идет равномерный поток, он не переполняется, трубы практически пустые, и любая вода, которая поступает к этим трубам, она тонким ручейком уходит. Значит, в первую очередь у меня сразу возникают два вопроса, это не прозвучало, но если на крыше собирается в этом жёлобе озеро, это означает то, что по канализационным трубам, по этой системе канализации ливневой вода никуда не уходит. Надо искать место, где она останавливается. Либо это на выходе из дома, либо это проблема дальше по району, либо это проблема где-то в трубах. В первую очередь я бы порекомендовал начать с того, что обследовать систему и проверить, почему она не уходит. Вот когда вы добьётесь того, что следующее, насчёт листьев, но листья это вообще общегородской вопрос, но никакой проблемы там нету, потому что есть специальные защитные решётки, которые ставятся на ливнеприёмнике. Поэтому здесь в первую очередь надо было вместо того, чтобы думать о изменении конструкции крыши, либо замене желобов, а на что бы? У вас все наклоны идут к желобу, вы теперь хотите желоб закрыть, а куда эта вода будет стекать? То есть тут вариант один, либо восстановить работу ливнёвой канализации, я не знаю, у меня очень опыт эксплуатации, у нас 27 крыш таких, и все 27 крыш нормально всё справляются. Да, там лежа, желоба требует ремонта, да, места, там всё-таки есть места, где может вода попасть, но в принципе первое, что нужно обеспечить, чтобы по этим трубам вода свободно сливалась в городскую ливнёвую канализацию, либо в специальные дренажные устройства, которые могут быть, если нет городской ливнёвой канализации, другого ответа у меня нет. Только после этого, если вдруг выяснится, что это не работает, ну тогда уже там думать о чём-то другом. Ну, у нас вот разрываются просто телефонные линии. Здравствуйте, пожалуйста, ваши вопросы. Добрый день. Вопрос, Татьяна, скажите, пожалуйста, вы управляете, у вас есть выправление в Петербурге, что в втором сфере? Управляем. Да. Вы разрешаете занимать помещения под хозяйственные нужды жильцам там, где были мусоропроводы? У нас мусоропроводы работают в домах. Работают, правильно. А у нас их закрыли, и управляющая домом разрешила занять, кто хочет, под кладовки. Вот где эти воды скапливаются, то есть там уже идёт с крыши, вот эта вот система, правильно, ливнёвка, которая действительно она стыкуется плохо и всё. Люди за этим не следят. Туда, ну просто невозможно, там такие амбарные замки висят, дойти до этих площадей невозможно. Вот здесь идёт уже нарушение всего. И вот там засор идёт и протекает вода, которая с крыши там, ну то, что вы сейчас сказали, да. Вот эта система уже начинает нарушение. Там мужчина, который говорил, у него пятиэтажка, там совсем другая система. Но вот в этих девятиэтажках, 600, старой сели, там, где закрыли мусоропроводы, я, кстати, очень-то недовольна, вот там сделали кладовки, даже по две заняли. И там никто не принимает ни участия. То есть вот владелец этой кладовки, якобы владелец незаконный, естественно, он не смотрит ни за ливнёвкой, ни за чем, а именно там эти ливнёвки заходят. Вот вы потом как-нибудь объясните людям, что этого нельзя просто делать, или если уж ты занял кладовку, так ремонтируй её и проверяй трубку. Спасибо. Спасибо. Ну, в общем, непонятна логика, когда закрываются мусоропроводы, за ними нужно ухаживать, и тогда это просто удобный прибор, скажем так. Это с одной стороны. С другой стороны, если уж кто-то, я не знаю кто, решил о том, чтобы отдать эти помещения общего пользования в пользование другим людям, то это должно осуществляться на основании, во-первых, а решения собственников квартир, то есть должно быть соответствующее голосование, б, с соблюдением правил пожарной безопасности, потому что кладовка – это захламление. Но, как правило, в большинстве случаев это хлам. И третье, уж, конечно, должно быть и управляющая компания не может в этом случае устраниться от обследования общих коммуникаций, и должны быть договоренности между теми, кто пользуется этими помещениями и управляющей компанией о свободном доступе и осмотре. Ведь мы же как, мы обычно, когда заключаем договоры обслуживания квартиры, мы всегда пишем, что собственник квартиры должен осматривать общие части коммуникации, которые проходят в его квартире и немедленно давать сообщение о том, что он обнаружил какие-то дефекты или перебои в работе. Точно так же это должно быть и здесь, если уж так пошло. Хотя, опять-таки, я повторюсь, что на самом деле немножко, может быть, меня неверно поняли, то, что там трубы не то, что они не герметичны, они просто не предназначены для работы под давлением. То есть подпор воды, если есть, то они могут не выдержать этого подпора. Может быть, минимально. С другой стороны, если это система ливневой канализации, еще старая с советских времен, то там, как правило, уже пластмасса выходит из строя, она уже отслужила все свои ресурсы. Ну, вот мы уже затрагивали вопрос как раз о возможности, о том, что собственники квартир не очень охотно пускают не только в свою, получается, квартиру, но сейчас вот женщины, так понимаю, что какие-то места общего пользования, которые оказываются под замком, там какие-то обустраиваются кладовки, вот насколько вот эта ситуация, ну, может создать проблемы? Вопрос с доступом это вообще очень серьезный вопрос. Вопрос с доступом это очень серьезный вопрос. Во-первых, мы сталкиваемся постоянно с непониманием. Ну, вот вы сами приводили пример в своем доме, что когда меняли трубопроводы, вот человек говорит, я от пола до потолка трубу заменил и все очень хорошо, я вас не допущу, там не касайтесь. На самом деле, мы уже этот вопрос обсуждали, еще раз можно повториться только в одном, то, что общая коммуникация, к ним должен быть свободный до бесперебойный доступ в любое время. Неважно, это старые трубы или новые трубы. Если вы поменяли кусочек, это не означает, что остальные куски, которые находятся в перекрытиях и вообще любая труба, ну, как любая техника, она имеет свойство к отказу. Поэтому нету гарантии, даже если мы поменяли супер качественными трубами, супер хорошими руками, мы поменяли, допустим, трубопроводы, нету гарантии того, что что-то не произойдет. Может произойти просто элементарно. Мы все идеально сделали, произошла небольшая деформация здания, скажем, от того же проходящего транспорта, и где-то вот напряжение сработало и лопало. То есть доступ должен быть всегда. Очень часто сталкиваемся с тем, что люди, когда строят вот сантехнические узлы, ванны, все, старательно зашивают все трубы, вот канализация, отводящая воду от душевой кабины, от ванны, от раковины, все это зашито наглухо. В итоге там есть специфические соединения этих труб, просто при монтаже случилось так, что загнулась манжета резиновая. Такое бывает. И вот когда все зашито, после этого начинается подтекание в определенные точки. И потом начинается трагедия. И таких случаев полно. Поэтому я еще раз хотел бы обратить внимание радиослушателям на то, что есть коммуникация, и коммуникациям должен быть свободный доступ на всем протяжении. Как уж вы с точки зрения эстетики это сделаете, при помощи съемных панелей, при помощи незакрывания их. Это уже вопрос номер два. Но на самом деле вы должны быть готовы к тому, что доступ должен быть. Но я могу сказать по себе лично, когда на кухне делали, жену не смог убедить, купил личный комплект кафеля. Ну просто считая с тем, что там полтора метра вот этой стенки квадратных или там два метра, которые есть, их придется сносить, возможно придется сносить, ну взял запасной кафель. И пригодилось? Пока нет, слава богу. Но понимаете, я сталкивался с другими квартирами, где без этого была трагедия. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Пожалуйста, вопрос господину Сидорко в первое. Есть ли у него дома для обслуживания, обслуживает, которые он не в своем районе, там в основном у них Пурциенс, насколько я знаю, Пардаугова, например, есть ли такие дома? И второе пример, сколько оплата примерно вот в его кооперативе за обслуживание? Ну, я не конкретная цифра, а примерно. Примерно. Спасибо. Да, есть возможность обслуживать и за пределами. Пурциенс, да, дома сконцентрированы и цены в кооперативе зависят именно от того, чтобы в значительной степени, из-за того, что это очень компактное образование, где нет нетранспортных расходов на обслуживание и многого другого. Но, если вы говорите о цене, цена нашего обслуживания, вы можете посмотреть детально по типам домов и по площадям на нашем сайте, Бака-2, если в гугле наберете, то вы найдете сайт, но, в принципе, цена состоит из трех главных компонентов. Технические услуги, техническое содержание, санитарно-техническое обслуживание и административные. В целом, по 3-3 позициях цена колеблется где-то от 39 центов до 48, в зависимости от прилегающей территории и объема уборки, потому что я могу сказать сразу, что на сегодняшний день самая дорогая услуга в обслуживании домов это уборка. Территория. это содержание домов в приличном техничистом санитарном состоянии. То есть, это уборка помещений общего пользования, это уборка территории, поддержание. Это самая дорогая услуга, которая будет только дорожать, потому что никакой возможности. Объект у вас маленький, на объекте в силу нормативного регулирования должен быть один человек. Попытки заменить это какими-то скользящими бригадами пока особого удовольствия у населения не вызывают. Готовность дома должен быть предъявлен в чистом виде к восьми утра. Из-за этого приходится держать человека, объем работы у него ограничен, а минимальная зарплата в севере растет. В связи с этим это услуга, которая будет дорожать, и без новых, я бы в первую очередь сказал, организационных решений, которые выше одного домохозяйства или выше одного дома управления, без этого мы никакого существенного прорыва не получим. Сегодня до 50-55% от стоимости нашей услуги это уборка. Тут пришел вопрос в нашем ватсапе, я напомню, что номер 2-300-6191, где амортизационный фонд домов, который собирался с момента заседания? Заселение. Заселение, очевидно, тут почему-то заседание. Ну, насколько я смог раскопать финансовую историю нашего кооператива, то наш кооператив был организован где-то в 85-84 году, да, совершенно верно, в советское время с первого момента создания домов, вовсе строительства домов и заселения домов, моментально собирался организационный фонд. Он частично был израсходован, ну, я могу сказать по истории своего кооператива, частично был израсходован еще в процессе эксплуатации, я уже приводил пример, у нас во всем кооперативе поступили 12 лет службы, поменяли все газовые плиты, у нас проводились еще другие за счет этих средств, ремонтные работы, фасады красились, лестничные клетки, но тем не менее, к моменту смены государства на государство на счету кооператива было 2 миллиона рублей, значит, было 2 миллиона рублей и полновесных советских, естественно, они потом после всех перетрубаться, они никуда не испарились, они трансформировались в 100 тысяч латов и к сожалению, по-моему, 100 тысяч латов, ну, какую-то сумму такую, ну, и они в итоге в нашем кооперативе они застряли в должниках, эти деньги стали оборотными для того, чтобы вот погасить, особенно, кто помнит, те года вот очень тяжелые, скажем, с 92-го, 91-го по 97-й, 98-й, когда была очень большая долговая проблема, да и потом кризисная, то эти деньги там. Где остальные деньги? В кооперативах примерно по одной схеме это произошло. Я думаю, что и в Госдомоуправлениях это была примерно такая же схема. То есть эти деньги никуда не исправились, они, во-первых, стали очень небольшими и что еще могу сказать, мне очень трудно, я не могу сегодня представить, можно ли собирать амортизацию как таковую, потому что вы собираете сегодня одни деньги по одним ценам. Ведь что такое амортизационное отличие, отчисление, это накопление денег на восстановление вашей собственности, скажем, дома 150 лет, вот было предусмотрено в советское время, значит, вы за 150 лет должны были за счет амортизационных отчислений обеспечить нормальный капитальный ремонт, он производился за счет амортизации, и плюс к этому восстановительную стоимость через 150 лет. но как это сегодня сделать, как это просчитать, и какие деньги собирать, я думаю, что это сегодня не имеет большого смысла. Есть другой смысл, во многих странах я знаю, что для собственников квартиры, жилья, имеются специальные, они обязаны сделать специальное очисление в фонд будущего жилья, то есть создается некий вообще финансовый инструмент, участвуя в котором, вы коллективно участвуете в накоплении определенных средств, что облегчает при необходимости вам получить из этого фонда соответствующее и вернуть свои деньги, и еще плюс получить финансовую помощь на возобновление жилья. У нас такого нет, у нас сегодня все находится на плечах собственника, ты должен на сегодняшний все оплачивать и думать о том, где ты будешь жить завтра. Ну вот собственник собственнику розни, какова позиция должна все-таки быть у управляющего, потому что когда речь заходит о том, что необходимо проводить экспертизы дома, необходимо вкладывать деньги в ремонт дома, то многие собственники предпочитают использовать это для каких-то косметических целей, не собираются. Управляющий должен ли он, несет ли он ответственность и может ли он махнуть рукой и сказать, ну ребята, ну не хотите, давайте будем ждать, пока дом рассыпется окончательно. Это, ну вот, ваше решение, это ваша ответственность и журец, как хотите. Есть два варианта прав управляющего. Первый вариант, который предусмотрен, когда собственники двумя третьими голосов дают полномочия управляющим решать отдельные вопросы, которые особо оговариваются от их имени. То есть, если такие полномочия даются, то управляющий может принимать решение, как и о стоимости ремонта, так и о необходимости и на основании этих полномочий сам принимать решение. Это один вариант. Я практически не слышал, что где-то такой вариант применялся. Применяется второй вариант, где дается задание управляющему в рамках обязательных действий по управлению жилого фонда производить визуальное наблюдение. То есть, мы должны регулярно осуществлять визуальное наблюдение за зданием, за коммуникациями, за конструкциями. И на основании этого визуального наблюдения раз в году по нынешнему нормативу мы должны составить такую общую карту. И мы обязаны сделать выводы, что вот здесь есть проблема, здесь нужно провести углубленное техническое обследование, которое требует привлечения эксперта. Здесь есть проблема или здесь есть возможность сэкономить, поэтому нужно заключение энергоспециалиста или энергоаудитора и так далее. Разрабатывается план, что вот по нашему наблюдению, если управляющий компетентный, то этот план достаточно такой подробный, у вас есть такие-то проблемы и для этого нужно совершить такие-то действия. Все. Такой план мы обязаны довести до собственника со всеми выводами своими и наша ответственность заключается в том, чтобы мы скрупулезно выполняли обязанность по обследованию это раз, и второе, своевременно информировали собственника о обнаруженных проблемах и давали направление о необходимых действиях и предлагали определенную ценовую границу, в каких пределах давали ценовую рыночную оценку, в каких пределах эту проблему можно решить. Дальше вопрос строго по законодательству с нас ответственность снимается. Очень похоже в принципе на ответственность врача, который дает рекомендации больному может быть и говорит о том, что ну вот он вот нужно сделать это, 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 здесь бы вам хорошо батенька пройти обследование, ну а вот дальше уже что он, потому что я смотрю, что здесь продолжает нам писать наша слушательница и она использует те же самые вот какие-то аналогии, ну вот говоря про амортизационный фонд пишет, что передали в частную собственность уже больные дома, что амортизация была 60%, когда квартиры передавались без обследования, вот была приватизация и передавались они как новые и дальше пишет, что лепили лишь только чтобы деньги получать, спасибо. Реновация вот старых литовок, когда их реновировали и обследовали, все было только чтобы получить деньги. Ну, вы знаете, вообще, когда вы сталкиваетесь с домовоправлением, вы получите первую оценку, что домовоправо, если у домовоправо есть одна забота получить деньги, зачем не ясно и стратить куда не ясно и так далее. Это распространенное мнение, я не хочу его не опровергать, не всерьез воспринимать. Если мы говорим с вами вот о моменте приватизации, это была добровольная приватизация, то, что мы попали под массовый психоз, давайте говорить так, и все толпой ринулись, иначе и решили, что мы станем вмиг большими капиталистами, но тогда нужно возвращаться тем, кто это помнит, в 90-е годы, когда была общая эйфория, свободное общество, свободный капитал, я буду собственником, я буду эффективным собственником. Все эти лозунги на нас сработали очень хорошо. Мы принимали, если вы заглянете в договор по купле-продаже, который вы заключали с самоуправлением в основном, либо с государством, если это был дом, министерский дом, ну, этот ростевой, как это правильно называется, то вы посмотрите, что мы покупали имущество в том состоянии, в каком оно есть. И, кстати говоря, оно не такое плохое состояние было в массе своей, оно было не такое плохое, это были дома, которые были построены 20-25 лет назад, а то и меньше. Так что, грешить в тот момент, что нам что-то подсовывали, такое невозможно, это тоже вопрос. Зачем мы это брали? Ну, это... Государство, да, государство поставило цель, государство поняло, в тот момент, когда вот сменился государственный строй, государство приняло решение, что оно больше, как в большинстве стран мира, оно не будет решать жилищную проблему. Жилищная проблема – это проблема самого населения. Поэтому оно передало жилой фонд нам. На кого обижаться сегодня? Это раз. Во-вторых, мы получили жилой фонд и были обязаны и обязаны на сегодняшний день правильно и достойно о нем заботиться. Вот продолжая то, что дальше, а дальше вот мы выдали рекомендации. Если мы, еще раз повторюсь, управляющий несет ответственность за то, что он скрупулезно выполнял нормативные действия по визуальному наблюдению, второе, он своевременно и качественно и своевременно информировал. И есть еще один пункт, там есть достаточно обширный перечень очень ограниченных действий по немедленной реакции на определенные ситуации. Например, попадание влаги в конструкцию, прорыв трубопровода, отказ отопления и так далее. есть целый перечень, где мы должны реагировать немедленно и быть готовы к такой реакции моментально, но это не касается каких-то капитальных ремонтов и восстановления качества коммуникации, но если труба лопнула, я должен иметь ресурсы немедленно прийти и ее, во-первых, остановить подачу воды через эту трубу, во-вторых, эту дырку каким-то образом локально заделать и восстановить подачу воды в дом. Это мы выполняем, это все. Дальше все наше законодательство перекладывает на собственные квартиры. По факту очень грубо мы публикуем акт технического осмотра или визуального осмотра и так называемый план управления, где мы перечисляем все действия, которые мы считаем необходимыми делать для приведения в порядок дома, это первое, а собственный квартир должны принимать решение. Но если они не принимают решение, то они ответственность принимают на себя. Обычно грамотно управляющий все-таки старается самые острые моменты пропустить, пропустить вопросы, которые касаются острых моментов, пропустить через процедуру решения собственников квартир, с тем, чтобы они определенно сказали да или нет. Как только они сказали, дали отказ на производение этих действий, они полностью ответственность задали на себя. Так что управляющим здесь очень ограничено. к сожалению у нас время уже программы практически подошло к концу. Я просто наверное проанонсирую, что тема балконов тех же самых хрущевок это тоже очень актуальная проблема. И наверное мы в следующий уже раз возьмем эту тему, поскольку она тоже затрагивает очень многих наших слушателей, что делать с балконами, насколько опасны эти балконы, как их ремонтировать и насколько это может быть. Ну вот одна минута, буквально последний вопрос. Пожалуйста. Добрый день. Добрый. Хотел задать такой вопрос господину Сидоркину. земля под домами большими, многоэтажными, которая была отдана правдами и неправдами этих хозяевам, они несут ответственность какую-то или как добиться этой ответственности, чтобы они не только получали аренду ну понятно, да. Мы уже задержали в паре, нет, вы немножко не то, что говорили, вы там о зеленой зоне, а вот проходит дорога внутри дворовая, асфальтовая, которая вся в ямах и так далее, разве за эту дорогу она принадлежит собственнику, он не должен нести ответственность, ремонтировать ее? Спасибо. Нет, нет, очень коротко нет, это первое, второе, дороги внутриквартальные в свое время принадлежали все самоуправлению и не были приватизированы, они сегодня повисли за самоуправлению, если чисто юридически начать копать вопрос, то дорогое, которые находятся и тротуары, которые находятся на внутриквартальных территориях, это инженерные сооружения, которые исторически принадлежали самоуправлению и не были переданы на приватизацию, потому что это не земля, это два разных понятия. Дорога, покрытие дороги, дорожное покрытие и земля, это два разных понятия. К сожалению, сегодня нету хозяина у этих дорог, но, завершая передачу, скажу, не надейтесь, сегодняшнее законодательство ни к чему не обязывает собственника земли, кроме того, чтобы срезать лишние ветки на дереве. И получить деньги. А эта должность получать деньги, она святая. Ну что же, председатель правления консультационного центра, собственник квартир Сергей Сидорко, сегодня был у нас в студии программа «Добро пожаловаться». Большое спасибо, до встречи. Всего доброго.